Из 2 миллиардов 400 миллионов рублей общей задолженности почти миллиард приходится именно на транспортный налог. При этом принимаемые меры, в том числе и подобные совместные рейды, дают хороший результат. С начала года долг физических лиц снизился на полтора с лишним миллиарда. Данное направление исполнительных производств особо важное, социально значимое, от него непосредственно зависит пополнение бюджета. Рейдовые мероприятия происходят как судебными приставами-исполнителями в рамках исполнения своих должностных обязанностей, так и в рамках межведомственной комиссии, которая создана у нас в Одинцовском районе с участием администрации, с участием федеральной налоговой службы, что создает больший эффект. В 2018 году налогоплательщикам было направлено 92 тысячи налоговых требований. Те, кто не оплатил имущественные налоги за прежние периоды, попадают в списки должников. Одинцовская налоговая инспекция сегодня активно формирует и направляет мировым судьям заявления на выдачу соответствующих судебных приказов. И приказов таких будет по району ни много ни мало, более 30 тысяч. По тем налогоплательщикам, по кому у нас получены судебные приказы уже, то есть мы активно проводим работу со службой судебных приставов. То есть выезжаем на совместные рейды, арестовываем имущество, тем самым пополняем бюджет. На сегодня, если говорить про поступление, составили от таких рейдов, от такой работы, порядка 16 миллионов. 16 миллионов рублей взыскано с должников только в ходе рейдов. Но не стоит забывать, что к неплательщикам применяются и другие меры воздействия. Например, для 1600 человек введен запрет на выезд за рубеж. Возможны и ограничения по регистрационным действиям с транспортными средствами. Активность на этом направлении будет только расти. Темпы будут только возрастать, потому что на этот год, в принципе, план установлен как президентом, так и областным правительством. От пополнения бюджета зависит решение важных социальных вопросов. Например, выплата, заработная плата учителям, врачам. Чтобы не просыпаться в 6 утра от настойчивого стука судебных приставов в дверь и не рисковать намеченной загранпоездкой, можно заранее узнать о ситуации со своими налогами. Это легко сделать в ходе специальных акций в отпуск без долгов. Очередная пройдет 26 июля в торговом центре О-Парк. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.